И так, вот теперь давайте перейдем к вопросу о том, как надо добиться увеличения миофибрил, увеличения митофодика. Речь пойдет сейчас о методах физической подготовки. Ну я обычно такую таблицу рисую, давайте я ее заброшу, чтобы не мешал. Значит, такая таблица, которая включает тысяч клеток. Во-первых, это чекольчик маленький, орган, вторая, вот эта вот, столбика, это клетка, третий столбик, это органелла. Я быстро повторю. Берем орган, пусть и мышца, мышцу мы взяли как орган. Внутри мышцы есть клетки. Мы берем быстрое мышечное волокно. Или по другой классификации, они, как правило, совпадают, гликолитическое мышечное волокно. Дальше органелла, это внутренние компоненты клетки. Мы собираемся изменить количество миофибрил. Будем тренироваться так, чтобы увеличить количество миофибрил. Теперь следующие клетки. Факторы. Какие факторы нужны для того, чтобы стимулировать симптез миофибрил? Давайте сразу я на этих факторах быстро их перечислю, а потом еще более подробно прочитаю. Итак, чтобы увеличить количество миофибрил, надо активизировать деятельность ДНК, наследственной информации. Никаких других путей не существует. Понимаете, можно всякие методы называть, по Вейдеру тренироваться, по Зоцорскому, можно еще по какому-то методу. Но это все как бы эмпирика. Люди что-то рекомендуют, не понимая никакого смысла в том, что они рекомендуют. Мы сейчас попытаемся опираться на законы биологии, то есть то, на чем надо опираться. Значит, надо заставить работать ДНК. Как ее заставить работать? Ну, первое, что надо сделать, это надо правильно кушать. Аминокислоты. Если что, АНК, это аминокислоты. Значит, есть белки в нашем теле. Они состоят из элементарных частиц, условно говоря, аминокислоты. Всего их 20 штук. Так вот, все 20 штук должно присутствовать в нашем организме. В количественном отношении, разное должно быть в этих количествах, но вот по качеству все 20 штук должны быть. Все 20 есть только в животных белках, животного происхождения. Мясо, корок, молочное яйцо. Вот животное происхождение продукты. Если мы будем вегетарианской едой питаться, то, естественно, всех аминокислот не получим. Это будет вредительство по отношению к спортсменам и тем более к детям, которые питаются иногда тоже вегетарианской пищиками. Это вы не допустили. Мы с вами, хищники, мы должны есть себе подобных травоядных. Сидать. А Юрий Федорович, его тоже можно съесть, да? Аминокислоты потом как съест? Аминокислоты. Второе, что очень важно иметь в виду. Надо, чтобы были гормоны. Я пишу общее слово «гормоны». А на самом деле, самый главный гормон – это соматотропин или гормон роста. А второй гормон – это тестостерон. Что делают гормоны? Они подходят к ГМК, заставляют эту наследственную информацию раскрываться. Потом эта информация выходит в клетку в виде рибосом, в виде полирибосом и начинается строительство белка. Только этим путем, никаким другим путем не может это происходить. Итак, гормоны. Спрашивайте, где гормон роста? Гормон роста появляется у нас из гипофиза. У нас под мозгом есть маленькая железа, вот так, за размер с пальцев. Вот из этой железы выделяется гормон роста, еще там несколько десятков гормонов. Но самое главное – это самый гормон роста. Для детей это обеспечивает рост тела, а для взрослых это увеличение мышечной массы. И тестостерон – это половой гормон. Опять же, гипофиз выделяет поликолостимулирующие гормоны. Вроде бы это связано с женскими, но на самом деле у мужчин и у женщин это одинаковый гормон выделяется. Он потом действует на семенники, и у мужчин начинает образовываться тестостерон. А у женщин из яичников тоже образуется тестостерон, только в меньшем количестве. Значит, ну что касается тестостерона, то всем ясно, что есть анаболические стероиды, что это и есть вот тот самый тестостерон, только разделенный пополам. Часть, которая вредная, его выбрасывают на химических заводах, а более-менее не вредная, более-менее, на самом деле все равно вредная, оставляют. Вот тогда вводят спортсменам это дело, у них мышечная масса растет, а теперь допинг-контроль есть и всех ловят. Если вы введете, типа вот, гормона, ну, не гормона, а ритоболил в масле, допустим, да, введете, как это раньше делали, в 70-е годы, то его поймают даже через два года. То есть на сегодняшний день никаких вводов, связанных с вводом гормонов, делать невозможно. Ловят на 100%, и даже через 2-3 года. Поэтому сейчас используют в основном таблетки. Это не моя профессия, но я, во всяком случае, вам говорю. А таблетка выходит из организма где-то порядка 150 дней. Вот они там хумекают, как бы вот накормить, чтобы потом не поймали. Нет, она сама в себе выходит. Кроме того, есть еще процедура по очистке органика. Но это не моя профессия, поэтому я тут дорваться подробно не могу. А что касается гормона роста, то, по крайней мере, вот недавно вышла американская книжка, с помощью этого гормона роста хотят продлить, вот сейчас это всем 90% интересно становится, можно продлить жизнь человека. Оказывается, если ввести гормон роста искусственно внутрь человека, вводить, да, то он начинает самообновлением заниматься. То есть у него кожа становится, омолаживается, мышцы омолаживаются, сердце омолаживается, сосуды теряют, вот эти спиротические пляшки. Единственное, что очень дорого, 10 тысяч долларов в год стоит эта процедура омолаживания. И, кроме того, это делается не во всех странах, поскольку не все страны разрешили вводить гормон роста внутрь тела человека. Пока не известно последствия. Хотя вот в Мексике есть клиника, а там законов нету, и они там всем вводят, кто хочет из Америки, приезжают и там лечатся. Пока никаких отрицательных последствий не обнаружено. Особенно если вводить микродозы. Не огромные дозы, а микродозы. И тогда получается хороший результат. Но эти же самые гормоны роста можно образовывать с помощью обычных физкультурных упражнений. Когда будут гормоны роста выделяться? Соответственно, и то, что будет стимулировать тестостерон. Когда вы испытываете стресс, психический стресс, прежде всего. То есть если вы боретесь, и последняя минута схватки длится на 5 минут, вы терпите, мучаетесь, страдаете, вот тогда и выделяется огромное количество гормона роста и тестостерона. И в принципе так можно было бы тренироваться. Но вы же закисляетесь, очень сильно закисляетесь, и получаете, вы даете порцию гормона роста, и тут же огромную порцию енофодорода. Лизосомы раскрываются, разрушают вашу мышцу, а эти вроде бы что-то создают. В итоге каков результат? Неизвестно. То ли хорошо будет, то ли плохо, никто не знает. Но если вы проведете несколько схваток, уж точно будет плохо. По какой причине? Вы очень много разрушите мышцу, но гормонов уже не хватит. Вы ее раз выбросили, гормоны два выбросили, а потом все, они кончили. И поэтому если вы эту схватку будете продолжать и завтра, и послезавтра, и послепослезавтра, и все время терпите и мучаетесь, все, гормоны кончатся, и начнется классическое состояние стресса-селье. В стадии активности, тревоги, потом в стадии резистентности, то есть сопротивляемость, а потом смерть наступает. Крыски дохнут от того, что они там 20 дней находятся на морозе. То есть их крысу сажают в клетку, ставят в холодильник, она там при температуре 20 градусов мороза живет 20 дней, потом умирает. Потому что заканчиваются гормоны в эндокринной системе, нечем выделять. Так что и у спортсменов то же самое. Но мы попробуем придумывать другие методы, с помощью которых все-таки перетренировки мы не можем наблюдать. Так что вот гормоны, связанные со стрессом, и без стресса никакого прироста миофибрил быть не может. Без стресса работать нельзя. Следующий фактор, это креатин. Называется свободный креатин. У нас в организме есть креатин фосфат. Потом мы начинаем работать. Надо пополнять запасы АТР, образуется креатин, свободный фосфат, и плюс энергиоз, который идет на арифинтез, молекул АТР. Например, такая схема бифимическая. Так вот этот свободный креатин, он как бы имитирует деятельность гормонов. Но на самом деле никто всерьез про это ничего не написал. Просто есть четкие экспериментальные факты. В форме пищевой добавкой в виде креатина чистого, цыплят, они вырастают бройлерами. Телят, они за 3-4 месяца набирают лишние 100 килограммов. Мы в лаборатории, в советские времена. Я был в заведующем лаборатории, и до сих пор им остаюсь. Как это ни странно. И получается такая штука. Мы купили по 600 рублей за грамм, порядка там 600 граммов креатина чистого. Это мы истратили 60 тысяч рублей по тем временам. Это значит 10 волк. Предсердно так. Вот такие деньги были в свое время при советской власти. для ведения научных сетей. И Николай Иванович Волков как раз пытался использовать этот креатин для повышения работоспособности у спринтеров. И мы получили хорошие результаты. И один из спринтеров из Узбекистана стал чемпионом Советского Союза. То есть он железно выиграл чемпиона. Хотя до этого он был в составе сборной, но не играл. Тут смог выиграть. То есть он вносил там 2 тридесятки работоспособности. Короче говоря, лабораторный креатин. Ну а потом вы знаете, что, допустим, в Барселоне выиграл этот Кристи, негр из Англии. И стоит 200 метров. Вот говорят, что он выиграл за счет этого креатина. Он съедал этого креатина там 15 по 40 граммов в день. И вот это стимулирует очень интенсивно симптом миофибрии. А такой же цене? А? Вот такой же цене? Цене, а он богат еще. Нет проблем. Он же миллионами владеет. Это у нас проблема. И последний фактор. Это пока не запрещено, да? Не запрещено. Он вообще, говорят, запрещен. Но поймать его нельзя. Вот точно так же, как соматотерапия. Запрещено использовать. Вообще любые гормональные препараты запрещено использовать. Но поймать нельзя, потому что вот у крысы, у свиньи, у черепахи, у человека соматотерапия одинаковая формула. Сколько ты его не вводил, и он будет на масс-спектрометре, в допинг-центре он там стоит, будет пик соответствующий соматотерапии. Ну и все. Только амплитуда будет меняться. Много его или мало? Только все. А сказать, что ты чужеродный элемент вел себя, нельзя. А по пику, по максимуму. Они сейчас начали, вообще говоря. Ну, можно сказать, что ну вот я такой человек. Я так всегда. И вообще-то тут спорный вопрос. Поэтому китайцев не могут никак поймать. Поймали не на допинг-контроле, а на таможне, где он с бидоном шел, а там будто бы был гормон ростов. Помните, китайцы в Австралию ездили? А потом вообще не поехали, в Австралию испугались. На Олимпийские игры многие штанкисты там еще кто-то. Боялись, чтобы все-таки как-нибудь их поймать. А там весь международный допинг-контроль был нацелен на китайцев и на русских, естественно. Поймать вот что бы это ни стало. Американцев отпустить не трогать. Поэтому они и выиграли. Мы надеемся, что нас димет дружба на 20 лет. Значит, мы должны приехать в Олимпийские игры в полностью готовности. Американцев должны там прихватить. Американцев уже начали хватать. Так вот, последний фактор, иона водорода. В принципе, чем больше этих ионов водорода, тем больше идет разрушение. Это плохо. Но на самом деле, там картина-то какая. Вот активность фермента. А здесь PH. Или там, ну не PH, а ионоводорода. Концентрация на водороде. Если концентрация растет, то активность ферментов тоже растет. Потом достигает какого-то оптимума. А потом все начинает снижаться. И вот это снижение уже соответствует разрушению ферментов. То есть уже белки разрушаются, смерть наступает. Так вот, наша задача оказаться где-то в этой области. В оптимуме. А это оказывается не очень высокой степень закисления. Поэтому оптимальная величина закисления необходима. А предельная ни в коем случае. Субтитры создавал DimaTorzok